добрый день уважаемые коллеги надеюсь что меня слышно поздравляю вас тоже с началом официальным началом зимы с этим ясным морозным днем ну а сегодня у нас будет интересные не очень обычные мероприятия посвященные ресурсу нового типа именитые ученые но для начала мы очень основательно в контексте вот тех вопросов которые обычно обсуждаем на нашем на моих вебинарах сначала разберемся что значит нового типа старого типа и какие здесь подводные камни хранятся когда мы работаем с текстами в новой среде и начнем мы с того что как раз ну кстати вот этих вопросов был мой последний вебинар информационной ландшафты цифровой цивилизации где я рассказывал об основных идеях моей книги и вот кстати вот она уже печати появилась сегодня у нас начало на выставке нонфикшен в москве так что тоже приглашаю на наш стенд там и эта книжка есть так что ее можно приобрести и на нашем вебинаре хотя он будет посвящен вот нашему новому ресурсу новому старому ресурсу опять речь пойдет о новых совершенно путях восприятия информации тех ландшафтах которые построены и начнем мы с того что уже приходит в нашу жизнь как факт интернет как основной фундамент основной информационной ландшафт как которым мы получаем информацию просто мы даже в своей деятельности чувствуем что и университетская жизнь не говоря уже вот вообще то что те вопросы которые раньше черпались из книг они сейчас черпаются из интернета и даже вот обучение сопровождение учебного процесса все больше перенимает на себя тоже интернет как некий замена или место для учебной информации учебников и вот я хотел бы здесь напомнить что ли вернуться и не задуматься о том что все-таки на самом деле подумайте интернет поисковик и та информация которая стоит за этим поисковиком по большому счету это справочник и если вы какие-то вопросы там за заводите то и получаете прежде всего справочную информацию и причем эта информация зачастую очень стандартизирована тысячи вообще ресурсов с примерно одинаковыми ответами на вопрос причем ответы не только содержательно одинаково но и одинаково по своей глубине вот смотрите например захотите вы познакомиться с философами эпохи ренессанса да ну нас наша тема именитые ученые и писатели вот возьмем ренессанс яркую такую эпоху где вообще первые гении прошли которые до сих пор нас удивляют и вдохновляют и то что вы найдете на первых страницах обычно там дальше не заберешься в поисковике это вот такие вот справочные ответы философы эпохи возрождения там и вот такие вот ресурсы одни из самых посещаемых и типичных так где будет просто представлен список там нескольких таких философов я и они достаточно краткая емкая информация то есть это просто справочник причем не большая советская энциклопедия а вполне себе скромненькие такие справочники с минимальной информации но и в интернете запрос конечно на минимальную информацию потому что интернет условно время это место экономии времени да надо прочитать очень быстро сориентироваться идти дальше если у вас возникнет потребность как-то глубоко освоить тему философы эпохи ренессанса то интернет будет вам скорее помехой вы будете долго копаться прорываться через вот эти краткие справочные статьи чтобы найти действительно что-то существенное что-то объемные там например франческие петрарки очень трудно будет и при том что вот как бы экономится время да чем быстрее ты получаешь тем лучше происходит наоборот залипание так называемое и время наоборот теряется это как болото мы оказывается все в плену и с трудом можем не залипать и вылезать из этого информационного наркотика вот так что второй вот тезис то что интернет понимает серфить а не искать информацию интересное такое понятие которое в этом плане я давно себе заметил понятие серфить это действительно метафора вот плыть по волнам да и обычно плывешь там несколько секунд а потом обязательно падаешь когда занимаешься серфингом ну то есть такая поверхностная быстрая такой псевдо поиск по волнам скольжение и как правило ищем мы да не информацию которая нам поможет глубоко освоить предмет а информацию вот такого типа и она и предлагается скажем возрождение за 10 минут а если бы за пять минут было то гораздо больше было бы ценности этой информации если за три еще больше вот в этом направлении ориентирует наш интернет в плане информационного информационной навигации вот и разумеется если мы что-то там запрашиваем то на первой строке там скорее всего увидим то что знает об этом википедии вот ну про википедию и вы все больше меня знаете я не раз показывал как одни вопросы вот так вот там объясняется а другие в тысячи раз более важные и ценные и глубокие вот так вот в течение одним там двумя абзацами но это так сказать сама википедия все-таки задумаемся для наших информационных ландшафтов что википедия приносит какую новую реальность но эта реальность значима прежде всего для энциклопедической отрасли который благодаря вот этой любви к википедии сегодня можно сказать нет свое время крупнейшими издательскими домами в мире была например энциклопедия британика и доходы там у нее были и штаты редакторские развитие все или например крупнейший тоже вот лицо немецкого книгоиздания бракгаус и эфрон где они сегодня ну может быть под лупой там какое-нибудь микро предприятие можно найти британика там как-то существует бракгаус и эфрон тоже наверное еще какие-то книжки выпускает но даже ближе к нам большая российская энциклопедия кто последний раз слышала о ее существовании хотя она все-таки выпускает благодаря государственным заказам все еще продолжает выпускать большая большую российскую энциклопедию и заодно православную энциклопедию которая по-моему закончилась как раз вот совсем недавно вот но это тоже такой выпуск знаете ради выпуска уже никто не следит за эти томами никто их не приобретает никому они не интересны и зачем они когда есть википедии и вообще есть интернет как огромный справочник с вами соглашусь а собственно вот в этих вот в этом формате традиционной универсальной энциклопедии был скрыт и совершенно методически другой подход это прежде всего были экспертные статьи за которыми стоял и красивых а качественный текста и действительно редакторская работа ну и конечно эксперт и иной раз это были даже великие ученые систематизирующие состояние там вопроса в данной сфере вот конечно такого экспертного подхода все больше нет забудьте может быть какие там справочные оточечные издания еще хранят его в себе вот пользуйтесь пожалуйста то что вот волонтеры из из википедии друг с другом споря находя время свободное после работы на это что-то там пишут ну и сам подход я-то вообще сторонник википедии и обращаю внимание вот у меня в кабинете вот стоит награда мы в движении википедии не случайные люди это награда от википедии свободное знание вики премии 2019 год мы ее получили за распространение свободных знаний за вклад в общее дело так что конечно википедия друзья речь здесь не это не наезд на википедию да но это вот факт того куда мы движемся в какой информационной среде мы сами себя загоняем в общем многотомных академических изданий а вспомни раньше там истории европы там или там цивилизации древнего востока вот таких вот изданий да даже собраний сочинений всего этого больше не стало все благодаря заслугам нашего дорогого интернета ну и конечно мы хотя бы должны понимать а может даже что-то и делать и чтобы понимать все время сопоставляем вот тот формат который в которой информация укладывалась в предшествующую эпоху и как она укладывается сегодня и наш сегодняшний вебинар во многом будет посвящен тому как мы читаем нам кажется что мы вот читаем это просто нашего свойства как вот мы смотрим это скорее такая функция человеческого мозга ну вот мы увидим с вами что кто как мы читаем очень сильно зависит от того что мы читаем в каком формате и мы и вычитывать будем совершенно другое и понимать будем совершенно по-другому и это очень связанные вещи возьмем например как мы привыкли упорядочивать информацию формате книги книга это все таки просто формат хранения информации вот если мы начинаем работать с книгой упорядочить и книги растут формируется создается библиотека вот библиотека это тоже формат хранения информации но уже как книга хранилище именно хранилище книг которым они должны книжки стоят одна рядом с другой этого склад книг и навигация соответственно определяется переходом от книги книги как информационные единицы вот библиотеке книга является такой центральной информационной центральной информационной единицей так вот вот в интернете всего этого нет того что я перечислил а есть два других импульса два других требования и в первом случае интернет является хранилищем во первых информационных объектов это могут быть различные файлы изображения различные данности совершенно разные то есть далеко не книги это могут быть тексты ролики некого объема и глубины совсем другой другой единица хранения а второе и это очень важно что интернет это хранилище коммуникационных сообщений не просто вот данности до статичных неких активных коммунистов коммуникационных сообщений задач которых быть переданными и воспринятыми обязательно на одном краю стоит адресат на другом адресант и вот это вот их активная роль на самом деле важная такой присутствующий элемент и что важно для коммуникационных сообщений они в целом как вы понимаете краткосрочные один говорит другой слышит у них нет глубины во времени вот этот произвести сообщение и получить его это должно происходить практически одновременно вот этот вот последовательность во времени и отношение информации к времени будет у нас сегодня очень важным таким измерением снова вернемся к тому как строились тексты информации раньше текст и практически он так и возникал как некая линейная последовательность длинная долгая речь говорим говорим и первый формат книги вы помните свиток второй формат и сегодня существующий это кодекс но тут существенно ничего не меняется а свиток вот он прямо отражает вот этот вот поток движение текста и вот в таком потоке наслаиваясь текста книги способен двигаться в бесконечности он как бы такая вот последовательность записанной речи и конечно он привязан к материальному носителю и в этом плане увековечивается в камне в свитке в книге он как бы абстрагируется от времени после того как был записан вот это одно один формат деление книги структурирование книги да а второй формат и измерение деление текста логическое то есть мы можем не на странице вот эти вот разделять бесконечные а мы делим текст по смыслу и начинаем излагать предмет в логическом плане книга тоже первое это сделала и основное такое логическое деление оно отражает логическое разделение понятия вспомним аристотель народы и виды сначала там целое потом классифицируется там свойства характеристики предмета и вот так вот и движется аналитика познания которое в конце концов в нашей науке выливается в некий многоуровневый каталог логика многоуровневого каталога вот это логическое деление оно как-то там загружается размещается в тексте свитка книги более-менее удобно но она собственно не не настолько вот близко свойственно но вторично да это уже не физическое структурирование текста а вот я сказал такое интеллектуальное и логическое и вот это вот структура которая определяется свойствами бумагами со свойствами фиксирования текста ее ра ломает вычислительный разум разум интернета цифровой порядок работы с информацией и первое в чем мы это видим то что гипертекст привязан к экрану вот тут уже не скажешь что есть как как в книге там тысячи страниц и там один том 2 там здесь существует всегда экран и ты не скажешь что тысячи экранов этот текст там тысячи экранов для продлевается вот и этот экран то есть текст существует тогда когда он включен выключила его уже нет и вот эта привязанность она очень на самом деле много значит вот вы недаром в интернет поисковике не можете продвинуться больше двух трех пяти может быть страниц вы там утомить просто умрете там за этим поисковиком 3 вообще говорят что один экран существует для поисковика это вот не случайно в общем гипертекст он измеряется экранами физической возможности продвижения второй момент что гипертекст то есть цифровой текст он как раз строится по законам логического деления и почему потому что это очень удобно и для цифрового текста это вообще не является проблемой в отличие от бумажного вот вам на картинке как это строится да вы классифицируете рот там в первом подходе да на несколько каталог первого уровня вот потом каталог первого уровня также способен легко дробиться логические все логическое деление классифицируется и там каталог под каталог второго уровня там ну и принципе так далее и это очень удобно и структурировать в рамках экрана цифрового текста и читать вы можете читать не по вертикали а по горизонтали каталоге первого уровня потом переходить на страничку под каталога второго уровня и так сказать двигаться по горизонтали в то время как в линейном тексте то есть в книжном тексте вы не можете у вас нет такого горизонтального направления движения вы можете двигаться только по вот этой вертикали последовательности текста и соответственно всю логическую структуру как-то вмещать вот в эту вот вертикаль что не очень удобно и я думаю что вот сказанная и особенно картинка делает понятным насколько разное движение мысли определяется первым и вторым форматом то есть в бумажной книге очень удобно развивать мысль последовательно а в гипертексте то есть в экранном тексте очень удобно разворачивать мысль логически то есть сразу там переходить к под каталогу то есть к аспекту этой внутренней отдельной внутренней логики и вот из этого свойства размещения информации следует некие выводы которые мы сейчас уже там обобщим и так у цифрового текста гипертекста имеется граничная длина и граничная долгота в отличие от бумажного он не бесконечен и он не вне времени он погружен во время нашего восприятия соответственно его достоинства критерия его достоинства как сообщение в котором он тоже привязан это краткость а не долгота и исходя вот из этих двух тезисов становится понятно что романы книги то есть то что мы называем и я часто называют длинными текстами они себя чувствуют неуютно в интернете и на экране поэтому вот эти длинные тексты их удобно и размещать и читать именно в книге настоящей книге то есть долгое чтение не может реализоваться в экранном тексте так как текст ломается так как это вот ну чуждо его природе глаз в интернете настроен на ломанный текст и соответственно навигация об интернете а навигация текста в интернете для интернета свойственно структура каталога и избегание последовательности поэтому сайты и базы данных они как раз очень комфортно и удобно группируют информацию работают с массивами данных как это вот и определяет для них математические законы и вот эти вот тезисы мы можем подтвердить экспериментально вот здесь на слайде исследования низ норман через айсканер устройство которое вот работу глаза определяет и здесь видно насколько вот по интернет страничке глаз просто скачет из разных мест по какой-то своей ломаной траектории как я и сказал и вот этому глазу или в интернет очень сложно его в строке когда он привыкает вот работать именно так очень сложно его строить в линейный текст и соответственно вот эти вот две топологии текста и гипертекста которые существенно отличаются друг от друга линейный текст а вот он так движет и самое главное глаз наш привыкает если он работает с книгой он привыкает работать именно так дискомфортно не возникает и строение гипертекста которые как вы видите сам по себе является ломаным логически каталожно так разломным соответственно глаз тоже привыкает извлекать сущностное и по нему прыгать или серфить как мы сказали вот собственно вот эти вещи мы с вами прояснили еще раз вложив немножко понимание в различие построение текста информации внутри книги и внутри экрана интернета и и движемся дальше это поможет нам тоже понять специфику хранения информации в библиотеке и в электронных библиотеках классических и электронных библиотеках и начнем с того что вот из-за того что библиотеки хранят книги как информационные объекты вот в этом порядочке складском они утрачивают автора вот вот этот вот собственно тот человек который стоит за книгами он никак не присутствует в библиотеке и нам кажется это естественно да он там на корешках можно прочитать вот на самом деле вот автора нет библиотеках давайте вот осознаем чтобы было если бы мы за каждой книги видели автор понимали ну и группировали книги там по авторам вот это наверное да отдало бы немножко новый взгляд на понимание возможности и строение библиотек ну а давайте все-таки объясним почему мы потеряли автора почему автор слабо присутствует нашей структуре библиотек потому что навигация книг и библиотек обусловлена предметной структурой если уж их раскладывать но кроме того что просто вот раскладывают одно за другим одну книжку за другим раскладывать прежде всего соответственно с тематическим каталогом то есть предметной структурой логикой предмета и поскольку она доминирует то все остальные аспекты в том числе и структура авторского авторская работа она уходит на задний план и в этом плане электронной библиотеки на сегодняшний день они просто копируют подход традиционных библиотек и тоже хранят тексты как книги то есть файлы как книги это уже это можем смело сказать это уже просто такой нетворческий подход потому что электронные библиотеки могут работать совсем по-другому потому что в их основе гипертекст совсем другой информационный формат еще раз напомню гипертекст это текст построены как справочный ресурс и он допускает осмысленную навигацию более гибко может структурироваться и по предмету автору по по другим библиотеку можно выстраивать не как коллекцию книг а как предметный справочник поэтому то собственно интернет чем больше он растет тем больше он превращается в такой справочник предметный и в принципе книжная библиотека тоже может выстраивать свои коллекции не по предметному принципу а по авторскому вот так не делается в силе в силу традиции хотя существует сервис там каталог по авторам тоже как такой вторичный но тем не менее он никогда не является основой построения коллекции ну то есть библиотека просто не настолько гибкая чтобы и так и так вот мы здесь делаем переходим уже к нашему проекту нашему ресурсу мы производим такую маленькую революцию и мы делаем совершаем вот этот переход основой нашей нашего нового ресурса коллекции являются авторы именитые ученые это библиотека библиотеки и еще раз приоритетное структурирование у нее определяется авторством а не предметом она выглядит тоже как справочник и справочник авторов мы знаем это много раз видели но его цель в нашем случае не информирование о персонах чем обычно являются всякие библиографические справочники а каталогизация и сбор сочинений то есть исконные функции библиотеки каталогизации и сбор сочинений но уже на основе авторства а ничего либо обратно и дальше я расскажу насколько вот это тоже фундированный такой подход и насколько он будет важным и интересным у нас на протяжении столетий книгопечатание в отношении авторства был разработан только один формат работы с этим именного подхода это это создание собраний сочинений и потихоньку создаются создавались такие сочинений ну согласитесь собрание сочинений это просто капля в море среди вот всего книжного формата только для самых-самых создавались а сейчас как я сказал и вообще перестали создаваться и вот цифровые технологии а мы всегда все-таки плюс стараемся из этих новых возможности извлечь цифровые технологии делают возможным создать собрание сочинений как принцип построения библиотеки не как исключение какой-то вип а как базовый такой принцип и и еще один момент почему вот это становится сегодня так важно и рубежно потому что мы с вами живем в эпоху смерти автора если кто не знал смерть автора такой известный мем понятия рубеж провозглашенный роландом бартом по структуралистом еще там 70-х годах но напомню что по структуралисты и там бард в том числе они опирались ну и проводили идею того что в книгах и вот во всей нашей информационной работе работает язык это он говорит это он пишет книги это он там рукою автора формирует романы сюжеты и все остальное это язык а вовсе не автор автор это так но есть один автор будет другой и на самом деле вот сегодня особенно интернет эпоха цифровая эпоха вот этого колоссальная гера генерации контента она прямо вот вписывается в эту парадигму да неважно этот или тот автор сегодня действительно умирает потому что генерируются тексты в огромных количествах не иванов так петров там напишет нам эту тему и почему это происходит потому что происходит растворение автора в силу огромного информационного шума порождающего порождаемого цифровым потоком и с одной стороны информации все больше того что ты хорошо а с другой стороны она и несет себе угрозу высокой культуры для нашего эпохи угрозы от утраты гения и чем больше вот этой информации соответственно шума тем более важно для нас не потерять гений культивировать автора это вообще такая ключевая задача выживания на нашего культурного выживания задача смысловой навигации в информационном хаосе современности и в общем то эта задача тоже нами из подволь сознается когда вот мы говорим о блогинге о блоггерах то о том что наоборот можно взглянуть на вещи что сейчас только какие-то супер авторы способны в этом информационном море как там вылезать и основной информационный заметный формат это блогеры то есть личности уже неважно что они пишут все все как бы опираются видят личность это оборотная сторона того процесса что автор теряется да когда начинается спасение и уже люди из подвольны начинают цепляться за принцип автор авторство персоны привязываются там к блогу к паблику и постоянно там выделяют какого-то автора ну такой некий баланс конечно и так давайте задумаемся над ценностью автора почему его ни в коем случае нельзя терять за этим информационным шумом определим так что автор это гений словесного творчества и действительно сегодня уже не так сложно вот вычленить не так просто вычленить вот этих гениев стоит посмотреть вот совсем недалеко в прошлое и мы этих гениев видим да пушкин достоевский кант гегель но вот колоссы да почему сегодня нету вот даже рядом каких-то талантливых людей которых можно по поставить вот можно разве вообразить себе что сейчас может гегель среди нас возникнуть это невозможно не только представить себе вот физически но уже там информационно невозможно себе представить то есть условный гегель его тут же там затопчет вниз не станет гегелем он будет таким просто вот профессором университете малозаметным то есть ясно что гения создавал не только вот их внутренний талантище да но и окружающая социальная среда и в том числе информационного информационной среда и почему вот они могли вот так раскрыться как настоящее дерево в отличие от леса молодой молодой поросли как можно определить сегодняшний информационный ландшафт заслуга автора открытие и оформление новых смысловых пространств конечно гегель и кант они с одной стороны не на пустом поле но с другой стороны не на засаженным сорняками поле да они открывали какой-то область исследования какой-то принцип и начинали строить и выстраивать из этого вот колоссальный свой айсберг и становились вот теми кем они становились и если мы пройдемся там по ключевым гением нашей культуры вообще там аристотель до создание науки написал обо всем что питала и на чем культура зиждалась течение там следующего тысячелетия то потом начали это подхватывать и развивать он открыл некий принцип осмысления реальности и сразу его полноценно очень качественно заполнил там или платон да мало кто был способен так глубоко философски писать как платон не знаю тысячелетия еще до сих пор вот эта способность гения если дать ему действительно пространство или гёта более там экстезивное создание немецкой интеллектуальной культуры то с чем у нас ассоциируется германия вот по поэт нас на основе гёте который задал стандарт движение вот это вот мощь немецкого интеллекта и вообще округлил всю завершил эпоху классицизма да ну и конечно если мы будем пушкина там вспомню тоже это вот формирование русского языка начало русской литературы то есть весь вся канва каркас в котором все остальное происходило вот с было пушкиным как садовником в общем-то совершенно который там не думал что это ему такая задача эпохальная предстоит он ее сделал но это вот гений так сказать первого порядка которых там десятки они сотни там уж тем более не тысячи но ведь есть гений второго порядка который уже свою эпоху внутри структурировали тоже свой подход определили и вот эти вот тропинки и смысловые интеллектуальные заложили по которым ходили все остальные например победоносцы да вот вроде далеко там не первого класса до гений но тоже гений и определил очень много для своего времени то есть его как автора конечно надо выделять он должен быть библиотеки его труды подход тоже нужно знать вот или там возьмем еще по нашему каталогу но это по моей классификации гения там третьего уровня до который какие-то тоже свои понятия внес свою дорожку проложил его тоже надо знать на его труды читать например вот вернадский концепции русского космизма интересная вещь для всей культуры цивилизации мировой в общем тут могут быть различные уровни главное что это все так сказать такие фигуры колоссы которые выделяются поднимается над общим лесом и в общем если мы построим библиотеку по авторам мы никогда не ошибемся мы именно будем сущностные лучшее получать мы себя не будем отравлять какими-то объектками мы действительно будем получать блюдо из лучшего ресторана и соответственно у нас тоже есть своя задача задача номер один дать слово гению позволить ему выразиться сполна раскрыть максимум его за возможности не мешать развитию автора чтобы гегель стал гигелем в вернадский стал вернадским и это тоже не только задача его поколение до рядом живущих людей но и наша задача и она ее можно уже назвать назвать второй задачей сохраните вот в ландшафте культурным информационным вот эту его роль собрать наследие гения собрать сочинение его труды текста ничего не потерять по возможности потому что это действительно сделано из золота первой пробы и вот это вот собрать это уже наша задача сугубо собрать и вот эти расстояния отношений сохранить чтобы понимать что это гений и уметь его оценить соответственно читать его воспринимать а не просто на библиотечных полках стоять и тем не менее вот библиотечные полки конечно должны быть вот собственно мы и пришли к нашему ресурсу надеюсь что идею я изложил достаточно ярко и полноценное чтобы стало понятно насколько это интересно важно строить вот наши культурные наследия именно исходя из того что написали эти гении и в первую очередь читать их из информационных источников из их уст получать вот такую вот коллекцию мы собрали и это гигантская коллекция как вы видите 2000 авторов легли в основе разных культур разных предметов направлений и по каждому стоит задача собрать максимально полное собрание сочинений то есть ясно что эта задача не на один день это там колоссальная особенно для издательства но мы ее поставили и уже достаточно продвинулись чем я хочу вас познакомить значит в этой библиотеке авторов мы выделили четыре категории первая это писатели классики да прежде всего художественной литературы вторая это деятели науки и культуры условно литература нонфикшн литература научная и культурологическая есть еще такой формат книжное ядро русской культуры где уже это там связано с какими именно книгами эти авторы идентифицируются вот у нас есть еще автор нашего издательства директ медиа но это по сути дела просто такой при приросток и так примерно покажу что собой представляет наша библиотека как она построена и вот достаточно ярко этот подход демонстрирует вот первый же ее блок античные писатели до 63 автора бесспорная классика с хилл эврипит и так далее и текстов осталось не очень много но это все таки очень ценные очень важные тексты и мы их собрали да здесь можно почитать пока это тоже не абсолютно полное собрание но достаточно полноценное то есть уже вот с античной литературой можно познакомиться через вот такой каталог автора что собой представляет внутренность нашего ресурса каждый автор конечно это библиографический справочник то есть биографическая статья о нем о каждом авторе ну на каждой мы стараемся найти его изображение и краткой ценной информации об авторе причем мы здесь не создавали самостоятельно новую какую-то там энциклопедию в основе наших нашего ресурса лежат лучшие справочные энциклопедические ресурсы и мы здесь берем самую на наш взгляд интересную статью об этом авторе и помещаем ее а рядом вот выделено меня в блоках дополнительная информация где можно найти статью из других справочных источных энциклопедии дальше что у нас важно мы выделяем все публикации все труды которые есть у этого автора и перечень их излагаем ну и наконец третий блок это книги которые есть в нашей эбс нашей системе книги автора вот например аристофан да один из ключевых античных писателей вот пожалуйста информация о нем дополнительно то что он написал и то что можно найти на нашем ресурсе я сказал что мы берем информацию из различных информационных источников вот для аристофана например следующий спектр какие-то источники но мы википедию стараемся привести к ней хоть есть и вопросы но на сегодня это самое все-таки развитые информационные ресурсы конечно как без него второе что на к чему мы прибегаем большой советской энциклопедии это третье издание самое последнее 30 томов и там сами понимаете тоже как правило качественная исчерпывающая информация об авторе но один одним из ключевых для наших целей источников мы считаем литературную энциклопедию это там самый крупный проект многим наверное известен где создавался в россии советском союзе 29 по 39 год был не закончен 11 томов но это вот крупнейший самый в экспертном качестве и объеме безупречный ресурс дальше мы прибегаем к советской исторической энциклопедии она тоже на нашем ресурсе огромные 16 томный энциклопедический словарь всемирной истории иллюстрированный энциклопедический словарь большой российской энциклопедии всемирный биографический энциклопедический словарь бре создан 98 году состоит из 23 тысяч статей вот те самые экспертные источники они лежат в основе всегда можно посмотреть разные толкования узнать действительно много на основании простого статьи но а все-таки главное главное достоинство нашего ресурса это конечно небе биографический справочник а сами сочинения и вот такого ресурса смею утверждать больше нет и по объему и по качеству ну и соответственно например тут тот же аристофан вы видите это комедия книга изложено вот в этой драматургии там сложные верстки есть тоже вся исчерпывающая информация о книге библиографическое описание содержание и так далее вот так что конечно главная цель чтобы было удобно найдя автора читать его книги чтобы все книги по возможности этого автора присутствовали на нашем ресурсе вот такая глобальная цель наш нами поставлена она конечно еще долго будет особенно касательно автора второго третьего порядка как пользоваться этим ресурсом ну кроме того главный интерфейс который там я вам уже показал можно выход на него найти через базовые интерфейсы вот на главной странице вы знаете можно по алфавиту и вот в этом алфавитном искателе он кстати у нас один из самых сложных интересных мы редко об этом обращаем внимание надеюсь что вы в своей работе это используете у нас авторов можно искать по фильтру то есть сразу по буквам по имя отчество сразу находить по жанрам по дисциплинам то есть авторы можно и так и сяк очень быстро удобно находить но и если вам нужны именно именитые вот эта категория проверенных как говорится авторов вот есть галочка именитые ученые и писатели и тогда вы видите так у нас почти 200 тысяч авторов на ресурсе конечно колоссальный вообще ресурс а именитых только 2000 они выделены жирным шрифтом вот если делать галочку здесь вот именитые ученые и писатели то вам на каждую букву вы сразу видите какие именно именитые ученые на эту букву у нас существует ну а на страничке произведения присутствует вот этот вот логотип пирада если он присутствует значит это у нас именитый автор можно перейти на него и получить исчерпывающую информацию об этом авторе ну а теперь что получилось в результате вот так такой построенной структуры конечно она охватывает основные как бы литературные или скажу книжные направления где книга является доминирующей величиной ну и начнем например зарубежной литературы один из самых обширных сегментов где мы собрали авторов это 120 авторов их перевода мировая художественная литература классики всех эпох и народов и обращаю внимание что эту работу мы начали ровно 20 лет назад когда на дисках стали собирать цифровые библиотеки уже тогда вот этот наш принцип он был взят на основу то есть мы выискивали ключевых авторов для определенной темы и выбирали лучшие их книги и так за 20 лет мы формируем нашу библиотеку которые в этом плане ну так я бы сказал собрание сливок отличается от всех других мы хотим собрать сливки мировой культуры книжной культуры второй большой блок русские писатели 160 писателей он конечно такой самый обширный собрание классиков и видите здесь кроме того что самих писателей много понятно что на такие звезды первой величины как например антон павлович чехов очень много и книг нашим нашим на шейбс содержится 107 книг автора очень большое количество причем например там 23 издания с произведениями чехови причем мы если мы берем и издание других издательств все-таки издание таких авторов очень важны отличия там иллюстрации комментарии прочее мы стараемся представить качественные издания разных за издательств 8 тому в переписке да то есть тоже по максимуму все что связано с автором аудиокниги 40 изданий тоже очень много в различных голосах пожалуйста слушайте вот вам чехови она как говорится аудио чехови она или как правильно в общем издание разных издательств разной подготовки но в основу мы все-таки кладем свои подготовленные издания и здесь у нас своя есть политика издательства директ медиа мы все-таки стараемся исходим из чистых текстов готовим чистые тексты без академического сопровождения без иллюстрации без комментариев да вот автор как он написал что написал самодо самодостаточном виде вот всякие комментарии и иллюстрации это вот издательств других изданий ну понятно что это может быть не такие вот насыщенные и другие подготовленные академические издания там интереснее и более безошибочные но вы понимаете что когда мы исходим из масштаба ресурса который включает 2000 авторов там каждой десятки сотни изданий то охватить можно только вот так еще одно измерение нашего ресурса над которым проходит проводится очень много работы библиография потому что если вы возьмете такого плодовитого автора сразу видите очень много сложностей ну во-первых вопрос прижизненных оригинальных изданий и вообще от чего отталкиваться от первых изданий или там от десяток или сотен там последующих ну мы во всяком случае мы стараемся фиксировать какие были у автора именно прижизненные издания как его основа по возможности мы и воспроизводим эти оригинальные издания там где идет уже об этих поколенческих авторов там конечно большую ценность как раз последние подготовленные издания играют и мы их тоже за ними гоняемся стараемся их собрать и наконец переводы да одно дело там его книги другое дело русские переводы это самостоятельное пространство очень там сложный вопрос но мы тоже стараемся отразить переводы разного разных переводчиков и опять-таки только качественные никаких мусорных это тоже еще одно измерение проблемы вот кроме публикации которые существуют вообще как я сказал отражаются книги автора размещенные в бс и для важных авторов материалы посвященные автору это тоже совершенно свою литературоведческие измерения и тоже очень большой объем работы здесь по некоторым автором мы собрали много чего интересного переходим от писателей к ученым ученые в этом плане более близки нам сегментом что-таки мы не специализируемся на художественной литературы и если уж художественные только сугубо классика то есть больше цели хранения систематизации ну и они нам задают сам формат вот этого авторы первой величины ученые это тоже прежде всего личности первой величины их гораздо больше у них конечно уже меньше там трудов и все вот эти вопросы с переводами с библиографией немножко в другом аспекте встают но зато их и намного больше и они уже покрывают очень много направлений разделов у нас наиболее проработанные разделы в нашей библиотеке это вот следующая история византии история средневековья история церкви русской философии имена россии будем двигаться и дальше но пока вот хотя бы вот эти вот ключевые отработанные темы и для примера вот византийской истории как мы это тема которой мы тоже занимались не один год мы при этом не ставим задачу создать полную византийскую библиотеку но ставим задачу предоставление базовых текстов да и тут вы видите тоже очень важные имена византийской истории михаил 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 дука никита ханаит то есть те имена без которых там византийская история немыслимо и те кто связан с византией конечно должны там это все читать константин багринаронный то есть это не только литература для каких-то там исследований исследователей византии античной это для рабочего учебного процесса для более кратких курсов для каких-то проектных работ для дипломных курсовых работ то есть базовые тексты без погружения вот без чтения там на греческом языке да это все переводы в общем то такой формат для образования в первую очередь для университетской науки ну и конечно более широкие гуманитарные сферы пространство целое да например психология вот опирается например вот этот раздел на наше собрание в свое время вышедшие на дисках и здесь тоже фундаментальные имена Конрад Лоренц там Жан Пиаже, Франку, Ланге и другие то есть собраны базовые тексты зарубежной отечественной психологии я обращаю внимание да еще что конечно кто-то скажет ну здесь там не все да и там не все книги этого все таки вот особенно в таких нам живых науках огромная сложность с переводами классики если классики сами вне прав то их переводы как правило под авторскими правами а это целая история это нужны договоры связи с живыми людьми наследниками в общем разместить это все на ресурсе информационном все в правовом порядке это колоссальная работа и усилия после психологии социальной науки вот классики социологии основополагающие основополагающие имена вот можете тоже здесь познакомиться Раймон Арон Вебер Данилевский Дориндор Дюргейм Зомбард Российский Кореевский Кистяковский в общем постепенно формируются вот те классики без которых изучение социологии невозможно то же самое с историей экономики где еще больше имен и литературы Бродель Гилбрейт Кейнс Кене Кондратьев Ойкен Петти Паланье Рикардо в общем классики которые для экономической науки обязательны мы собираем также естествознания и тоже их оригинальные труды в отличие от гуманитарки где труды классиков вот имеют значение именно в том виде как они их написали надо читать в первоисточниках здесь уже не настолько живут первоисточники но имеют историческую ценность для историки науки в первую очередь вот например работа Андрея Маркова логика или Игоря Курчатова физика вот мы их тоже постепенно собираем и замечу что мы наша компания БС сотрудничает с Академией наук с крупнейшим информационным ресурсом Академии наук научное наследие России вот труды академиков мы представляем и на нашей платформе ну следующий раздел истории философии это тоже один из наших любимых коньков собираем постепенно всех всех ключевых ключевые имена и их труды Абельяр Чардана Бруно Фрэнсис Бекон Гоупс и современный Теодор Адорна Эдмунд Гуссерль Анри Бергсон в общем я думаю что для профессионала для специалиста вот наша библиотека она постепенно формируется и формируется и конечно здесь мы тоже конкурируем я знаю что в университетах и даже на таких там философском факультете создается своя библиотека и там часто не встает вопрос авторских прав они свою литературу собирают и это вот наше соревнование очень серьезно очень сложно потому что мы должны полностью полностью выполнять авторское законодательство все таки не можем ничего предоставлять без договоров поэтому конечно в классике мы постепенно все заполняем и я думаю придет тот момент когда у нас все ключевые книги есть и здесь мы выиграем любые другие ресурсы которые все равно фрагментарны один человек занимается потом он перестал заниматься или его не стало и как-то это все равно вторичная задача для нас это цель нашего существования и мы в конце концов будем здесь первыми ну а с современными трудами это вообще колоссальная задача тем не менее будем ее ставить ну и вот такой базовый обзор основных направлений я думаю если вам вас заинтересовал ресурс вы войдете посмотрите какие там еще есть направления если свои идеи для развития нашей библиотеки предложите тоже будем благодарны перехожу к третьему блоку книжный ядрок русской культуры здесь вы видите это самостоятельный был у нас проект но он тоже организован прежде всего по именам потому что чем глубже туда влез в истории тем больше значение имен и вся информация привязана вот к этим именам и разумеется здесь в этом блоке как раз собрана вся русская литература вот до двадцатого века огромный ресурс и отдельная литература двадцатого века где уже более фрагментарно но все это живое отражает ключевые направления особенно начала века символизм иммажинизм футуризм точно так же собрание сочинений библиографические информации о каждом ну и обращу внимание что это не просто раздел в нашем проекте а за ним стоит тоже очень большой проект которым мы занимались годы библиотека русской классики очень амбициозный мощный проект который еще был заявлен нами в дисковую эпоху где мы формировали собрание сочинений по ключевым нашим классикам причем и сочинений самих писателей и литературная критика там у них и различные мультимедийные аудиовизуальные материалы мы планировали сделать где-то около ста ключевых наших имен вот но к сожалению там время не позволило эпоха дисков ушла эпоха вот такой вот работы очень концентрированы над отдельными именами над отдельными изданиями все это пришло в интернет в таком более разбросанном виде и эпоха вот такой экспертной работы как я еще раз подчеркиваю закончилась не только диски с подобными коллекциями перестали быть рентабельными и покупаться но и собрание сочинений в классическом книжном формате тоже практически прекратились вот интернет со своими там сканами непроверенными текстами миллионами ошибок заменил вот ту работу ну и видно этого достаточно то есть какого-то культурного протеста социального заказа на такую точечную качественную работу к сожалению нет вот условная библиотека Машкова заменяет сегодня все культурные потребности связанные с нашей литературной классикой но тем не менее вот 36 авторов у нас вот так очень качественно отработаны и вы здесь найдете полное собрание сочинений это почти все это все наши имена первого и даже второго ряда вот такая же работа ведется по философам России и тоже собираются все базовые труды и вы видите здесь имена которые определяют нашу интеллектуальную русскую культуру Сергей Аверинцев Валентин Асмус это вот из советской эпохи Михаил Бакунин Николай Бердяев и многие многие другие имена в общем мы стараемся чтобы это тоже было уникальное и очень полезное для специалиста библиотек библиотека вот здесь добавилось и более в книжной культуре раздел который не найдешь в других наших блоках литература ведения потому что это тоже основа книжной культуры 60 имен колоссальный ресурс тоже наших книжников которые формируют всю филологическую культуру Белинский Аксаков Добролюбов Рубакин Стру Шкловский экземплярский вот имена первой величины и их труды это уже не найдешь библиотеки Машкова или еще где-то также формируем такую библиотеку правоведения где тоже не всем известные имена но очень важные для специалиста для нашей культуры юридически Гернет Богословский Елистратов Лапо Любинский Нольде Петрожицкий Таубе и так далее то есть правоведы которые уже не специалисту наверное не очень известны вот но для юристов это основоположники еще одно измерение книжной культуры мемуары и биографии вот это вообще литература на которой мы специализируемся одна из наших целей издательской политики собрать максимально мемуары людей вот этих вот великих и отразить через них голос эпохи конечно он звучит гораздо богаче чем мы просто как-то еще исследуем эту эпоху мы можем изнутри гения посмотреть на эту эпоху поэтому вот мемуары это наш любимый жанр и здесь тоже вы увидите что это уже колоссальный ресурс который мало но нигде больше в интернете в других электронных библиотеках не найдешь и так подвожу сказанное и обращу внимание на то что вот вы увидели внутри нашего ресурса тут не найдешь всего да всей всей тематики нонфикшен или культурной культурологии интеллектуальной но здесь прежде всего найдешь те измерения культурно-информационные которые имеют литературную глубину где классика имеет и сегодня значение где имеет смысл собирать эту классику и собственно мы здесь выделяем три гуманитарных области где тексты прошлого играют такую же роль как и современные тексты а может даже и большую и это во-первых история конечно она начинается с геродота и геродот у нас есть и все что после геродота они играют роль источника видения здесь очень активная научная работа здесь очень активный такой широкий национальный спрос и мы собрали 20 тысяч изданий я тоже думаю что это наверное крупнейшая библиотека по истории работы 20 лет философия тоже сфера где тексты классиков задают парадигмы мышления они очень нужны вот именно своем первоначальном виде их нужно читать их нужно собирать тоже постепенно собираем 9 тысяч изданий это это да не все но почти все очень много и считаю что вот такие те кто занимается например философией они должны быть нашими партнерами и подписчиками нашей библиотеки и конечно же филология история текстов самые сами тексты все это материя языка и книжный формат для филологии ну практически в любом виде играет значение здесь мы тоже собрали уже очень обширное наследие 15 тысяч томов огромная библиотека обращаю кстати внимание у нас есть те кто не подписан на нашу ЭБС у нас есть такой формат подключения к блокам и вот это все тоже тематические блоки вы можете эту библиотеку библиотеки ну как отдельный блок раздел получить и уже остального ничего не надо вот и обращу внимание еще на несколько таких разделов в которых тоже история классика играет огромное значение может быть сегодня ну они не являются для нас в университетском плане там определяющими но очень важными и например это богословие да в ней тоже исторические тексты имеют огромное значение потому что и сама наука теология развивалась именно тогда вот у нас около 7 тысяч томов и вот например на теологию мы прямо чувствуем усиленный спрос потому что никто даже близко какой-то альтернативы не может предложить мы собирали эти тексты целенаправленно они конечно не на поверхности такие очень специфические но интеллектуально очень богатые книжные ресурсы культурология ну это очень широкая сфера и конечно тексты здесь играет огромную роль материаловедения постепенно формируем эту библиотеку сегодня у нас семь тысяч изданий литература как сами художественные тексты ну в принципе о них я говорил да мы их тут собираем около десяти тысяч произведений художественной литературы ну и остальные гуманитарные предметы такие как социология политология естествознание история науки это все сферы исследования в которых ну хотя актуальные исследования определяют исследовательское поле но история этих наук является органической и обязательной частью преподавания изучения этой науки так что вот в этих сферах мы в основном и работаем с нашим классическим форматом и в общем почему мы это делаем какие мы ставим здесь задачи мы хотим все-таки это кстати колоссальное отличие от других электронных библиотечных систем которые такие цели себе не ставят мы все-таки ставим задачу чтобы текстологии герминевтика были теми науками в которых мы хотим быть значимыми источниками чтобы те кто изучает вот эти пласты прошлой литературы шли там им не обязательно было ехать в Москву там библиотеку РГБ а они могли очень многое найти и у нас например там летописи русские мы собрали такую коллекцию пожалуйста и мы здесь исходим из любви к тексту из понимания его ценности потому что текстовое наследие это почва для всех наук о культуре и для гуманитарной науки это всегда первостепенные ресурсы гуманитарная наука жива тем что постоянно возделывает и оккультуривает эту свою почву ну и как пример работа которая ведется с наследием Пушкина неисчерпаемый кладезь новых исследований все новые работы потому что это основание нашей идентичности идентичности нашей культуры мы здесь как бы всегда чувствуем нашу фундамент и основу потому что и чем больше вот расплывается чем больше кризис с современными ценностями чем больше чувствуем размывание ценностей тем более мы внимательно и энергично обращаемся к истокам ищем вот это истинное основание нашей идентичности и обращаю ваше внимание что эту литературу вот о которой я говорил все это задача тоже мы все помнили об этом ее не так важно читать мы не обязательно должны вот читать там о Пухтина и вот всех-всех-всех ну даже и Пушкина там перечитать и перечитывать войну и мир да все таки эта литература не столько важно читать сколько важно издавать и иметь под рукой вот она нас должна окружать а тем более библиотеках в обязательном режиме и всегда можно к ней обратиться вот из этого мы исходим ну и для того чтобы вот текстологии герминевтика было такой естественной средой для тех кто в таком ключе работает обращаю внимание то что у нас на это ориентирован и полнотекстовый поиск он один из самых развитых и сложных среди всех электронно-библиотечных систем вообще ЭБС некоторые вообще не имеют полнотекстового поиска я считаю что это конечно нонсенс для специализированных ресурсов но практика показывает что там для студентов учебного процесса вот просто ищет книги по названию там и все то есть те кто не полноценно пользуется нашей электронной библиотекой они там обходятся без полнотекстового поиска обращаю внимание что наша библиотека она оснащена там самыми мощными инструментами и с ней действительно можно работать текстологом можно много извлекать для своей работы ну что ж вот на этом я подошел к концу как вы видите отличие нашей ЭБС то что мы много достаточно сил тратим Ройс в культурном слое да в этой литературной классике мы ее собираем мы ее любим работаем с и постепенно она выливается вот такие интересные форматы которые вроде там и понятно на виду имена библиотека построены по великим именам на самом деле таких нет аналогов хочешь или не хочешь так что вот хочу вам предложить ваше внимание чтобы вы знали об этом ну и другие форматы работы вот недавно мы представили общественности историко-патриотическую библиотеку Нестариану очень актуальную для нашего времени для того чтобы разобраться в себе в своей культуре в своей истории вот совсем недавно о ней тоже был вебинар который проводила Татьяна Телегина так что как вы видите в нашей библиотеке вы найдете много форматов интересных для гуманитария для историка для тех кто любит работать и читать книгу ну что ж благодарю вас коллеги за внимание надеюсь я смог и как бы исследовательски раскрыть вопрос и познакомить вас с нашим ресурсом с нашей работой вот сейчас взгляну есть ли вопросы вот мы все так почему нет вернадского вы я нет он у нас есть должен там их оба надо посмотреть ну я говорю у нас две тысячи авторов то есть задача стоит чтобы и авторы первого порядка и второго и третьего были охвачены те которые имеют культурные значения просто я там не принял их прошу прощения кстати Николаевич есть у нас вернадский кто у нас про вернадского спрашивала Анна Лакова если если ошибусь фамилии не обижайтесь пожалуйста значит смотрите вот я вам ссылочку сейчас дам я посмотрела да есть вернадский просто искать нужно именитые ученые и писатели и раздел книжное ядро русской культуры в меню сверху в панели меню да 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 вот там он есть вот там его ищите хорошо спасибо тут вот еще есть интересные вопросы например вот Аркадий Гордон а надо ли все собирать из того что осталось от того или иного великого автора ведь был феномен Бергсона который в своем завещании требовал не просто запретить издание каких-то его писем конспектов разговоров и прочее а уголовно это преследовать основной посыл философа все что я считал достойным и до конца продуманным я опубликовал официально остальное в топку да спасибо за вопрос такой интересный но кстати вот в данном аспекте совершенно не противоречит нашему подходу потому что мы собираем опубликованные труды да это уже вот то что касается пистолярного наследия наверное те кто работают с архивом там авторов мы с ними не работаем мы вот собираем то что было опубликовано а так вообще конечно интересно что авторы да по-разному ну мало того что одни там сжигали типа Гоголя да и всегда автор даже с живыми мы работаем что-то он вообще не хотел бы очень часто не хотят второй раз публиковать или если публиковать то там в обновленном виде то есть тут автор вообще я считаю и спрашивать не нужно если он опубликовал это уже социальный объект социальная величина это уже выпущена в общественное публичное употребление имеет самостоятельную жизнь и мы в этом плане его произведение трактуем как сущности отдельные от самого автора такая же идея отражение разнородной информации об ученых и их публикации реализовано в рамках электронной библиотеки научной расследии России но все правильно это вот наши партнеры часть нашей библиотеки то есть вы научное наследие можете найти у нас там искать работать в едином интерфейсе наш партнерский проект но обращаю внимание что они все-таки по-другому построены там во-первых академики в первую очередь и там например статьи а мы все-таки отталкиваемся от трудов так издавать и не читать бессмысленно ну имеется ввиду в общем и целом да конечно должно в конце концов заканчиваться чтением но я имел ввиду что это должно быть всегда под рукой все равно ты все не прочитаешь а вот все важно иметь под рукой обязательно и в тот или иной момент к этому обращаться так сейчас еще ну вроде все да все 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 коллеги благодарю за ваше участие да прошу прощения кстати Николаевич по поводу вот этого ресурса научное наследие России а гегеля у них нет хотите демонстрацию и крат покажу попробовал сейчас по поиску найти гегель нету гегеля не найдено не найдено не найдено а у нас он есть да там только российская академия нет там есть платон вот какие-то имена попадаются но платон не попался а вот гегеля там еще кого-то я смотрела нету прям даже специально оставила демонстрацию экрана я там скриншот могу скинуть да своя задача вот кстати у всех разное это мы не собираем хотя некоторые у нас есть в частности у нас есть коллекция как раз немецкой философии на немецком языке тоже достаточно репрезентативно но это уже так сказать отдельный проект все тогда благодарю так а вот тут хотят выйти в эфир еще вот Николай Евгеньевич научное наследие да пожалуйста да добрый день константин во первых по поводу гегеля изначально все таки это было научное наследие россии гегель немножечко к россии хотя он конечно великий человек но и не верен тезис что у нас в первую очередь академики наоборот вернее не наоборот но в первую очередь это ученые начиная с 18 века больше того современных ученых мы практически не включали ну по некоторым причинам первое это и охрана авторских прав а второе все таки нельзя всех включать а кого-то включишь кого-то нет поэтому мы шли именно в порядке хронологии и скажем вот сейчас я посмотрел по философии у нас где-то две с половиной тысячи полных 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 текстов и здесь нам надо более тесно конечно сотрудничать потому что мы можем давать ссылки на ваши ресурсы вы на наши именно мне кажется у нас интерфейс чуть побогаче и более того мы же даем не только публикации мы даем и архивную информацию касающихся касающихся ученых и музейные объекты так что здесь наверное есть очень большое поле для дальнейшего сотрудничества так что спасибо да спасибо Николай Евгеньевич конечно у каждой библиотеки своя цель да мы всегда таким более базовым форматом апеллируем собираем так сказать золотой фонд так называемый ну а специализированная библиотека русские ученые там это ну колоссальное море информации там копать и копать и вы видите конечно коллеги тоже огромный ресурс сформировали мы очень рады что сотрудничаем будем придумывать еще более лучшее сочетание вот Татьяна вот тогда мы завершаем наш вебинар в общем еще раз всем большое спасибо и всего доброго до свидания